Лана Тёрнер Взлет популярности американской актрисы Ланы Тёрнер начался после смерти Джин Харлоу, долгое время занимавшей место самой обаятельной блондинки Голливуда. Эта элегантная блондинка с прекрасной фигурой и точеным надменным лицом была типичной кинозвездой, поддерживавшей внимание к себе не столько актерскими достижениями, сколько бесконечными романами и браками, о которых постоянно писала пресса. Тактика оправдала себя, позволив Тёрнер продержаться на экране три с половиной десятилетия. «Она добилась того, что стала живой легендой. Роковая женщина-вамп, соблазнительница, дьявол в юбке. Эта слава устраивала её. Я люблю ночные клубы, зажигательную музыку, блеск Юпитера, а больше всего мужчин», — говорила актриса. Лана Тёрнер родилась в маленьком шахтерском городке Уолла, штат Айдахо, 8 февраля 1921 года, в семье Джона и Милдред Тёрнер. При рождении получила имя Джулия Джин Милдред Фрэнсис Тёрнер. Как у самой настоящей американки, в её жилах смешалась кровь шотландцев, англичан, датчан и ирландцев. В 10 лет она попала в приют. Отец, подпойный торговец спиртным, был убит, а мать, перевезя семью в Калифорнию, любила развлечения и не заботилась о ребёнке. Не выдержав тяжёлой жизни в приюте, Лана решила стать танцовщицей в одном из ночных клубов Лос-Анджелеса. Когда ей было 16, её заметил Луис Майер и предложил роль в своём фильме. Многоопытный Майер разглядел в пухленькой девочке новый образ женской красоты. Кстати, рассказ о том, как молоденькую красотку, случайно увиденную в кафе, пригласили сниматься, стал одной из расхожих голливудских легенд. Такой же, потягивающей содовую через соломинку за стойкой бара, она впервые мелькнула в картине «Звезда родилась» 1937 года. Но уже второе появление на экране в фильме «Они не забудут» 1937 года, где её героиню насиловали и убивали, произвело сильное впечатление на зрителей. На следующий год в картине «Любовь находит Энди Харди» с Микки Руни, начинающая красотка, известная как девушка в свитере, завоевала сердца молодых людей от Калифорнии до Нью-Йорка. А голливудский репортер отозвался о молодой актрисе, как о юной леди, обладающей яркой красотой, шармом и индивидуальностью. Тернер окрестили девушкой в свитере, благодаря узкому голубому свитеру, который носила её героиня, и за её пристрастие к ношению предмета гардероба, который ненавязчиво подчеркивал её пышные формы. Для съёмок одного из первых своих фильмов она выщипала брови, однако они так и не отросли. Откуда другое прозвище – девушка с подрисованными бровями? В 1939 году для одной из ролей, в конце концов, которая досталась другой актрисе, Тернер перекрасилась в блондинку и не только совершенно изменила свой образ, но и приобрела новое прозвище – королева ночных клубов. Соперничая за звание самой сексуальной звезды Голливуда с Ритой Хейвард и Джейн Рассел, Тернер снялась в четырёх фильмах с прославленным плейбоем Кларком Гейблом. Лана 20 лет оставалась одной из самых ярких звёзд Голливуда. Она излучала свет и радость. Журналы неизменно включают её в число самых удачливых женщин Америки – тех, кому улыбнулась Фортуна. Но Тернер тоже не слишком скромничала. То заявляла прессе, что никто не способен обнять женщину лучше, чем Тайрон Пауэр, то на глазах у всех переживала бурный роман с Фрэнком Синатрой. Список любовников Ланы так и пестрел знаменитыми именами. Причём почти в каждом браке и романе с Ланой приключалась какая-нибудь история. Один мужчина в гневе толкнул её с лестницы, другой публично дал пощёчину, третий облил шампанским, о чём наперебой сообщали газеты. Одна за другой пошли короткие выигрышные роли танцовщиц, позволявшие демонстрировать красивую фигуру и стройные ноги. Приключения Марка Пола 1938 года, танцующая студентка 1939 года, две девушки на Бродвее 1940 года, девушка Зигфилда 1941 года и другие. Ланы интересовали не только богемные красавцы, не только актёры, режиссёры, певцы. К началу сороковых Лана уже была одной из восходящих звёзд и состояла в браке с джазовым музыкантом Арти Шоу. Последующие замужества всего их было восемь, также оказались весьма неудачными с миллионером Генри Топпингом с 1948 по 1952 год, который сделал предложение, обронив алмазное кольцо в её бокал с Мартини, актёром, игравшим Тарзана, Лексом Баркером с 1953 по 1957, с которым разошлась после того, как он стал приставать к её малолетней дочери. И с гипнотизёром Рональдом Данте с 1969 по 1972 год. Ещё два брака с менее известными, но богатыми людьми. Миллиардер Стефан Крейн владел всеми ресторанами на Гавайях и стал мужем Ланы Тёрнер номер два и номер три. Она была дважды за ним замужем. Он же стал отцом единственной дочери Ланы – Черил Крейн. «Я планировала иметь одного мужа и семь детей, а вышла наоборот – шутила актриса. Но и с ним Лана в конце концов рассталась». Несмотря на бурную личную жизнь, в сороковые Тёрнер успела сыграть несколько неплохих ролей в лентах «Доктор Джекел» и «Мистер Хайт» 1941 года, «Джонни Игер» 1942 года, одной из самых успешных её картин был ранний фильм в жанре нуар «Почтальон всегда звонит дважды» 1946 года. Её холодноватый высокомерный облик оказался идеален для создания образа роковой женщины по имени Кора, заставившей любовника убить старика мужа. Она сумела уйти от людского суда, но не от божественного провидения. По сей день этот образ по праву считается одним из самых чувственных и соблазнительных в истории кинематографа. Осенью 1941 года на экраны кинотеатров вышел вестерн «Кабак», в котором Тёрнер сотрудничала с Кларком Гейблом. Актриса сыграла роль очаровательной Элизабет Катон, сердце которой пытается добиться шулер Кэнди Джонсон. Встреча двух привлекательных актёров на съёмочной площадке была подхвачена жёлтой прессой, которая сплетничала о романе Гейбла и Тёрнер. Джек Конуэй вспоминал, что химия между ними была настолько велика, что аж шипела. Несомненно, это было физическое влечение. Они не играли в это. Кэрол Ломберт, жена Кларка Гейбла, ревнующая тогдашнего короля Голливуда, изначально пребывала на съёмочной площадке, что полностью парализовало Тёрнер. Для не очень опытной актрисы работа с королём Голливуда изначально была очень напряжённым опытом. Тем не менее, благодаря подсказкам и пониманию признанной звезды, Тёрнер было приятно вспоминать этот этап своей кинематографической карьеры. Скорее всего, именно вмешательство Гейбла заставило его жену покинуть съёмочную площадку, и Тёрнер смогла полностью сосредоточиться на актёрской игре. Кабак стал крупнейшим кассовым успехом MGM в 1941 году. Журнал Life назвал Гейбла и Тёрнер электризующим союзом, который должен быть повторён. Актриса пользовалась таким успехом, что во время Второй мировой войны американские солдаты предпочитали вешать на стены казарм именно её фотографии и афиши. Она стала популярной девушкой в стиле пинап. Также во время войны Лана стала путешествовать по стране, участвуя в продаже военных облигаций. В её честь американские солдаты назвали 18-ю эскадрилью «Темпест Тёрнер». Её называли «самое замечательное существо на высоких каблуках, которое повышает частоту сердечных сокращений» и возлюбленное военного флота. С октября 1942 года и до конца войны актриса вместе с Марлен Дитрих и Ритой Хейвард работали в голливудской столовой, где солдаты могли проводить время и встречаться с кинозвёздами. На пике популярности всего за месяц изображениями Тёрнер были украшены обложки 18 журналов. В 1942 году до штаб-квартиры MGM дошло письмо Евы Браун, в котором она написала, что если нацисты победят, она попросит фюрера пощадить её, так как её фильмы для неё много значат. В начале 1942 года MGM решила повторить успех дуэта «Гейбл и Тёрнер», и они снова появились на экране. На этот раз в мелодраме «Где-нибудь я найду тебя». Производство фильма было прекращено уже через несколько недель из-за смерти жены актёра, однако съёмки возобновились 23 февраля. Фильм имел ожидаемый коммерческий успех. Ньюсвик писал, что Тёрнер запечатлевает своё выступление с невероятной страстью и неподдельным убеждением, что делает её любовные и драматические сцены на высоком уровне недоступными для любой другой актрисы. К середине 40-х Лана стала одной из десяти актрис с самыми высокими гонорарами, а в 50-е – королевой MGM. В то время актриса получала такой же гонорар, как и Кларк Гейбл. Её последние фильмы в 40-х годах принесли около 20 миллионов долларов прибыли, рекорд, недоступный для других актрис того времени. 24 мая 1950 года актриса оставила отпечатки своей ладони и стопы на Голливудской аллее славы. Пример Тёрнер вдохновлял Мэрилин Монро. В начале 50-х Монро прислала фотографии своего любимого фильма с просьбой дать автограф. В отличие от кинокарьеры, в жизни Ланы Тёрнер царил полный хаос. Ни ребёнок, ни шесть к тому времени замужеств не обуздали Лану. Разведясь последний раз, она объявила «Я никогда больше не полюблю мужчину» и тут же начала новую серию любовных приключений, за что удостоилась в прессе титула современной миссалины. Все эти годы дочь актрисы воспитывалась нянями и горничными. Лишь время от времени ей позволяли несколько дней провести с матерью. Она, как хорошенькая куколка, появлялась перед гостями, делала реверанс, и её отсылали, чтобы не мешать развлечениям матери. Пресытившаяся прежним обществом, Лана стала искать новых ощущений среди гангстеров. Ночь за ночью она таскалась по самым отвратительным притонам и, наконец, познакомилась с Микки Коэном, главарём банды, продавцом наркотиков, содержателем подпольных и горных и публичных домов. Телохранителем Коэна был уроженец Сицилии, 26-летний Джонни Стампаната. Его знал весь Голливуд. Какое-то время она с ума сходила по этому жгучему брюнету, подтверждавшему собой абсолютно всё, что простые американцы нередко думают об итальянцах. Любовная связь с известным гангстером взбудоражила весь Голливуд. Лану это не беспокоило. Ну и что из того, что он гангстер? Зато он несравненный любовник. Со смехом объясняла она репортеру. Скандал, поднятый прессой по поводу связи Ланы с преступным миром, снова сделал её объектом разговоров и повысил к ней интерес со стороны киностудий. Для скандального фильма нужна была скандально знаменитая кинозвезда. Требовалось нечто необычное из ряда вон выходящее, чтобы опять добиться высоких кассовых сборов. Илана Тёрнер получила главную роль в фильме Пэйтон Плейс, снятый по нашумевшему роману Грейс Металлиус и контракт на 200 тысяч долларов. В 1958 году Тёрнер была номинирована на премию Оскар за этот фильм, но её личная жизнь снова заслонила её достижения как актрисы. Черил, 14-летняя дочка Ланы Тёрнер, сразу не взлюбила Джонни. Девочка не слишком хорошо относилась к любовнику матери, но, впрочем, и не требовала разрыва. Мать потребовала его сама. Это случилось в Страстную пятницу, 4 апреля 1958 года. Джонни не хотел упускать то, что, как он думал, давно и безраздельно принадлежало ему. Он ударил Лану, готов был её убить, и зарезать ей ножом лицо, чтобы она никому не досталась после него. Смертельно напуганная Черил побежала на кухню и взяла в руки разделочный нож. Когда она вернулась, Джонни уже занёс руку для удара. Она опередила его, всадив ему в живот нож по самую рукоятку. Такова была версия следствия. Однако многие подозревали, что убийство совершила сама Лана, зарезав любовника. А когда дело было сделано, Черил взяла всю вину на себя, потому что по закону несовершеннолетней девочке ничего не грозило. Вина Черил была доказана, и она предстала перед судом. Пресса разбушевалась против несчастной девушки, обвиняя её во всех смертных грехах. Белокурая Лана Тёрнер была на суде в тёмных очках, гладко причёсанная, очень элегантная. Под перекрёстным огнём бесстыдных и жестоких вопросов она рыдала, теряла сознание, падала в обморок. Злые языки говорили, что за эту роль оскорблённой невинности ей следовало бы дать Оскара. На суде обвинение зачитывало страстные письма звезды к убитому, занявшие на два дня полосы всех американских газет. И хотя скандал был поистине феерическим, он странным образом лишь увеличил славу Тёрнер. Его под другими фамилиями подробно описал Гарольд Робинс в романе «Куда ушла любовь» в 1964 году экранизированном с Бэт Дэвис в главной роли. Дочь Ланы Тёрнер несколько месяцев провела в реабилитационном центре, а после переехала к бабушке. С этого дня начался другой период её жизни. Отменней главным жанром Тёрнер в кино стала мелодрама. Последним крупным успехом была картина «Имитация жизни» 1959 года, в которой присутствовали автобиографические мотивы. Подобно своей героине Тёрнер в одиночку воспитывала дочь. Вскоре Мэрилин Монро заняла место голливудской вамп. Лана Тёрнер всё чаще играла возрастные роли. Она снялась в фильмах «Портрет в чёрном» 1960 года и «Холостяк в раю» 1961 года, но к 1970 появлялась на экране в среднем раз в три года. В это время Лана попробовала себя в театре, но её поведение и испорченное диво не пошло на пользу новой карьере. После небольшой роли в телесериале «Фелкон Крест» 1981 года Тёрнер не снималась почти 10 лет, уединившись в своём доме, который она называла своей башней из слоновой кости. В 1982 году Тёрнер опубликовала книгу мемуаров «Лана, леди, легенда, правда». Смысл счастья не в том, что оно помогает тебе расти и развиваться, только несчастье делает это. Я благодарна судьбе за то, что моя постель изрос, в равной степени состояла из бутонов и шипов. «У меня была привилегированная творческая захватывающая жизнь, и я думаю, что менее приятные её моменты делали меня сильнее, испытывали меня». Кто лучше самой Ланы Тёрнер мог описать в нескольких фразах её одновременно трагическую и безумно успешную жизнь. Пять лет спустя воспоминания выпустила и её дочь. Последней ролью Ланы стала Марго Лэйн в картине «Сорванной» 1991 года. Лана Тёрнер умерла 4 года спустя, 29 июня 1995 года, после долгой борьбы с раком горла. Актриса не хотела никаких похоронных церемоний, её тело было кремировано, а прах передан родственникам и развеян по острову Оаху, Гавайи. Своей дочери в наследство Тёрнер оставила сравнительно небольшую сумму 50 тысяч долларов и коллекцию мехов. Большую часть своего имущества она завещала своей домработнице Кармен Круз. Женщина утверждала, что до последних дней она ухаживала за больной актрисой, а Челли вообще не было. Вклад актрисы в кинематограф был отмечен звездой на Голливудской аллее славы. Субтитры Субтитры